Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками. Сегодня я немножко расскажу вам, что нашел в Википедии о Тьепало Джованни Батист. Крупнейший художник итальянского рококо, мастер фресок и гравюв. Последний великий представитель венецианской школы. Немного, конечно, о нем здесь есть в Википедии. То, что есть, то и есть, как говорится. Поэтому я попробую зачитать все то, что я видел в Википедии и показать вам картину. Родился он 5 марта 1696 года в Венеции. В семье многодетного шкипера Доминика Тьепала, человек простого происхождения. Вскоре отец умер и мать воспитывает шестерых детей. В общем, действительно, условия бедности. В юности Тьепало учился у венецианского художника Григорио Ладзарини. Но искусствоведы отмечают, что наиболее сильное влияние на него оказал Себастьян Риччи, Пауло Веронезе и Джованни Батиста Пиоцет. Это художники-итальянцы. В возрасте 19 лет Тьепало выполнил свой первый живописный заказ. Это картина «Принесение Исаака в жертв». А на видеоряде здесь у меня есть. Через некоторое время художник покинул мастерскую Ладзарини. Вступил в гильдию живописцев в Фралии. Женился на Марии Чичили Гварде, сестре известного художника Гварде Франческо и Джантонио. От брака с Марией у Тьепало родилось 9 детей. Вот и гадетный отец. Работал под заказом Дионисю Дельфина. Это известный аристократ из Удины, расписывая фрески, капеллы, дворец. Это принесло ему известность. Новые заказы Тьепало сделался модным живописцем. И надо сказать, что в последующие годы он много писал о Венеции и Милане. Ну, также и Бергамо. В 1740 году Тьепало получает заказ на роспись потолка на втором этаже из Скола Камини. Еще более воздушным и невесомым представляется его фреск на тему апофеоза семейства Пизани на вилле Стра. Я зачитываю Википедию. Скола Камини – это дворец Венеции, который служил резиденцией одноименной Сколи, основанной в 1663 году монашеским ордером кармелитов. А вилла в Страе – это крупнейшая в области Венеции – творцово-парковый комплекс 18 века. Построен для Альвизы Пизани. Будущий Дош – ее называют венецианским Версалем. К 1750 году Тьепало пришла общеевропейская известность. Он создает свою центральную работу – это фресковое убранство Версбургской резиденции. Это архитектурный комплекс стиля барокко, расположенный в центре города Версбурга. Построен архитектором Балтазаром Нейманом. Ну и по возвращению в Италию Тьепало был избран президентом Патуанской академии. В 1761 году испанский король Карл III пригласил Тьепало в Мадрид, где художник оставался до конца своей жизни. Скончался он в 1770 году, 27 марта. Если говорить о стиле Тьепало, фрески – это очень сложный вид изобразительного искусства. Огромные масштабы требуют подготовительной работы, точного геометрического расчета. Очень трудно учесть, как будет видеть фреску зритель с разных точек зрения. Но надо сказать, что до сих пор поражают зрителей и художников свободой и легкость, которая строила свою фресковую композицию Тьепало. Расстановка фигур – свобода в выборе красок. В марте 1770 года живописец умер, и до последних дней он работал, оставив десятки эскизов и набросков. На сегодняшний день Джованни Батиста Тьепало – это признанный мастер стиля рок-рако, работой которого занимает заслуженное место в крупнейших музеях мира. Ну вот, наверное, все, что можно рассказать о Тьепало, то, что есть о нем в Википедии, поэтому вот посмотрите, пожалуйста. Работ много. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok